Здравствуйте, с вами Залуцкий Александр. И мы с вами разберем схемы дымоходов, применяемых для накопления тепла в массиве печи. Самым первым источником тепла для человека был костер или открытый очаг. Первые очаги вообще не имели дымохода. Дым поднимался к своду пещеры или выходил в отверстие в крыше жилища. Этот же принцип используется до сих пор в банях по черному. Когда камни нагреваются костром, а дым выходит в открытую дверь бани. Главный недостаток здесь, это дым в помещении. Здесь и далее будут показаны печи схематично. Синими стрелками будет показано направление дыма, а красным цветом топливник и стенки печи. Чтобы отвести дым от зоны горения, стали применять прямой дымоход. Конечно, дыма не стало, но в такой дымоход уходило и большое количество тепла. Это является недостатком такой схемы для отопления. Прямой дымоход применяется в печах, предназначенных для приготовления пищи, к которым относятся варочные плиты и уличные комплексы, барбекю, казаны. Камины тоже имеют прямой дымоход. Чтобы запасти больше тепла от отходящих дымовых газов, стали удлинять дымоход, например, так. Достоинство такой схемы, это прогрев внизу сильнее, чем вверху, а также равномерный прогрев по рядам. Вместе с дымовыми газами улетают частицы несгоревшего топлива, зола, которая оседает на горизонтальных участках дымохода, постепенно заужая его. Большое количество золы увеличивает сопротивление и ухудшает тягу трубы. Чтобы удалить золу, нужно предусмотреть прочистные дверки или выбивные кирпичи. Большое количество таких прочисток является недостатком такой схемы. Прочистные дверцы можно сделать как с этой стороны, так и с этой. Кроме горизонтальных, еще есть схемы с вертикальными дымоходами, которые бывают однооборотными, то есть когда дым вниз опускается только один раз. А также бывают многооборотные, когда дым опускается вниз несколько раз. Недостатками такой схемы является большое сопротивление дымовым газам и неравномерный прогрев. Первый канал от топки нагревается значительно сильнее, чем последний. Потому что дымы, проходя через дымоходы, отдают тепло стенкам печи. Неравномерный прогрев приводит к появлению трещин в стенках печи. При большом сопротивлении газам тяга слабая, и при растопке печь может дымить в помещении. Для устранения этого недостатка делают прямой канал в трубу и ставят на него задвижку. При растопке холодной печи задвижку открывают, и после возбуждения тяги минут через 5-10 закрывают. То есть дым идет из топки сразу в последний канал. А когда печь нагреется, то задвижку закрывают. И дым идет тогда через все каналы. Чтобы уменьшить неравномерность прогрева и сопротивление газам, используют такую схему. Здесь после подъема по одному каналу, газы опускаются вниз по нескольким. Общим недостатком схем с вертикальными дымоходами, является перегрев перекрыши. То есть вот это место прогревается очень сильно. Потому что наиболее горячие газы из топливника сразу поднимаются вверх. В помещениях с такими печами большая разница температур между потолком и полом. И проживание в таком доме с такими печами некомфортно. Чтобы устранить этот недостаток, применяют печи с нижним прогревом. В такой печи наиболее горячие газы из топливника сразу направляются к самым нижним рядам печи. Вот из топливника. И прогревается низ. А после этого уже и поступают в дымоходы. Проживание в домах с такими печами более комфортно. Так как разность температур между полом и потолком порядка 2-3 градусов. Также существует схема прямоточная с рассечками. Такую схему используют в печах, топливом в которых является газ. В таких печах, даже если произойдет утечка газа, он просто выйдет в трубу. Здесь нет застойных зон, в которых газ может скопиться и при искре взорваться. В такой схеме после выхода из топливника продукты сгорания сначала распределяются по горизонтальному каналу. Вот здесь. А потом проходят между рассечками, нагревая их и стенки печи. В самом верху печи, отдав тепло рассечкам и стенкам печи, газы собираются в верхнем канале и выходят в трубу. Такая же схема применяется в банных печах периодического действия, где камни нагреваются непосредственно от проходящих между ними газов. Роль рассечек здесь выполняет каменная засыпка. Это схема противоточной печи. Она похожа на многооборотную. Отличается тем, что отпускной канал здесь, вот этот отпускной, он широкий, то есть большого сечения, и скорость движения газов здесь меньше. За счет этого прогрев более равномерный. Так, теперь переходим к колпаковым схемам. Впервые такая схема была выполнена в русской печи. В такой печи наиболее горячие газы поднимаются к своду. Печи прогревают этот массив. По мере остывания газы опускаются, проходя через порожек и уходят в трубу. Здесь происходит свободное движение газов, то есть тяга трубы не оказывает влияния на процесс горения. Основной недостаток классической русской печи это отсутствие нижнего прогрева. Под такой печи находится на уровне пояса. Чтобы было удобнее ставить в печь чугунки. Все, что ниже пода, вообще никак не прогревается. И в помещениях с такими печами полы очень холодные. Еще один недостаток русской печи это ее габариты, то есть очень большие размеры. Вот еще схема колпаковой печи, которую еще называют бескональной. Домовые газы из топливника поступают в колпак и как наиболее горячий поднимаются под перекрышу. Отдав тепло стенкам печи и охладившись, газы становятся тяжелее и опускаются вниз колпака, проходя через подвертку удаляются в трубу. Такая печь хорошо удерживает тепло и не охлаждается, даже если не закрыть задвижку. Холодный воздух, поступающий через неплотности дверек, как более тяжелый, не поднимается в колпак, а проходит по низу и выходит в трубу. Такое свойство колпаковых печей называют газовой вьюшкой. Недостатком таких печей является сильный перегрев перекрыши. То есть горячие газы также поднимаются вверх и перекрыша перегревается. Достоинством таких печей является низкое сопротивление продуктам сгорания. То есть сильно высокая труба здесь не нужна. Чтобы устранить перегрев перекрыши, печь делают на два яруса и получается двухколпаковая печь. Здесь сильнее всего нагревается перекрыша нижнего колпака. Вот здесь. Достоинство такой печи. Низкое сопротивление дымовым газом, нижний прогрев, равномерный прогрев печи по рядам и газовая вьюшка. Такая схема дымоходов мне нравится больше всего. Двухколпаковые печи я делаю с 2004 года. Клиенты довольны. Кроме этих схем существуют и различные их комбинации. Например, как здесь показано, нижний прогрев с рассечками. Или нижний ярус колпака верхней рассечки. Вот еще схема горизонтальные каналы с колпаками. Вы можете поэкспериментировать, еще и сделать разные свои комбинации. Но мне больше нравится двухколпаковая схема. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!